Милостью будь негрешным, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй за молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божьей милостью будь негрешным, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй За молитвы святых отец наших Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй нас, аминь Царю Небесный, утешителю души истины И живи здесь, и вся исполняя Сокровища благих и жизни подателю Приди, вселися в нас И очисти нас от всякой скверны И спаси благие души наши Святый Боже, святый крепкий Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Боже, святый крепкий Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Боже, святый крепкий Святый Бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно, и во веки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше Святые посетие, сын и немощи наше Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и призна, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Господи, когда к Тебе приводили учеников, то ученики не хотели допускать детей. Это новые ученики, новое поколение. Ты им откройся, Господи, дабы дети познали, что из-за них умер Христос Спаситель, и Он спасает от вечного огня. Найди, Господи, их родителей, знакомых, не знающих Тебя. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Господи, Боже наш! Благодарим Тебя за все неизреченные милости Твои. Аллилуйя! Господи, прости и помилуй. Друзья мои искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят в сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой! И я сказал, да не восторжествуют надо мной враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мои осознаю и сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. И воздающие меня злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, пошли добрых благовестников, миссионеров, в это темное место зла, где мы находимся сегодня. И скажи им, что никакие прелюбодеи, развратники, табакуры, Царствие Божие не наследуют. Все грешники будут вечно мучиться с сатаною в огне вечном. А верующие в Тебя, в жертву Твою, что Ты умер за нас, получат жизнь вечную, живя по заповедям Твоим. Выполняй волю Твою, Христе Божий. Ты сотворил этот мир, видимых и невидимых. Слава Тебе. Человек времен и скоро тещен на земле. Ты дал человеку жизнь, чтобы он искал Тебя, примирился с Тобою и получил Царствие Божие. Господи, соделай в нас чувства, похожие на Твои, чтобы в нас были и чувствования Христовы. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Кроме Тебя, Господи, нет и нового Бога, столь любящего создания Своё. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Укрепи руки и ноги благовестников Твоих, дабы имя Твое распространилось по всей Вселенной. Слава Тебе за этот воскресный день, которого никогда еще не было во Вселенной. И мы не знаем, чем он закончится. Приготовь нас к любым испытаниям, ибо без воли Твои волосы головой человека не падет. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Хвала Тебя, наш Иисус. Ты бы сам сказал, что Ты есть истинно виноградная лоза, а Отец Твой виноградарь, а мы ветви на этой лозе. И Ты говоришь нам, что без Тебя ничего мы не можем сделать. Благослови нас, Господи, найди новые души в селениях наших, и начатое дело помоги окончить для славы имени Твоего. Хвала Тебя, наш Спаситель. Возвысь, святую и православную церковь. Священникам дай доброе разумение, не искажать таинство и делать все бесплатно, дабы не было симонии. Это сребролюбие, жестокую язву, удали от них. Косни сердца патриарха, епископов, священников и паства, чтобы они ратовали за рождение свыше. Стать другими людьми, любящими паству свою. Ибо время коротко и с начальствующих будет строгое взыскание. Ты, Господи, говоришь через порог Иеремии, проклятый, кто дело Господне делает небрежно. Они не хотят погружать человека трижды в воду при крещении и берут за это деньги. Вразуми их, Господи, наставь на путь истины, не дай им погибнуть. Боже наш, слава Тебе. И начальствующих коснись, и обрати на путь покаяния, дабы издавали мудрые законы, а не угнетали народ. Чтобы народ мог достойно жить, получая то, что он заработал, дабы было из чего уделять нуждающимся. Слава Тебе, Боже! Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Господи, посети детей из Сирии, пошли им все необходимое, их страдания перед Тобою, Господи, за наши грехи. И нас научи видеть нуждающихся в нашей помощи. Научи нас все это делать бескорыстно, для славы, дивной милости Твоей. Ты сам сказал через апостола Павла, взирайте на начальника и совершителя веры, Господа нашего Иисуса Христа, который вместо предлежащей радости претерпел крест на Голгофе. И время Твоего пришествия приближается, когда при последней трубе архангела восстанут мертвые, и кладбища будут пустые. И начнется страшный суд, и каждый получит соответствие тому, что он делал, живя в Тебе. Если же человек не знал Тебя и приносит покаяние, примет крещение и получит дар Святого Духа, то прежние грехи ему не вменяются. Человек начинает жить во имя Твое и для Тебя. Хвала Тебя. Благодарим Тебя, наш Господь, за Святую Библию, которые перевели мужи, знающие язык еврейский, греческий и иные, и сделали эту Святую Книгу доступной для нас. Слава Тебе. Ибо Слово Твое, святильник, ноге моей светль. Аллилуйя. Прости нас и благослови, Владыка. Ты говоришь, отверзни себя, возьми крест и следуй за Мною. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебя, милосердная. Ты сам говоришь, горе вам, смеющиеся ныне, ибо смех ваш обратится в плащ и в рыдание. Просите у Бога милости. Блажены плащущие, ибо они утешатся. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блажены кротки, ибо они наследуют землю. Блажены миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Блажены и ищущие правды. Они насытятся и жаждущие ее. Аллилуйя. Блажены, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить на меня. Так гнали и Господа Христа. Так гнали пророка. Ибо награда ваша велика на небесах. Благодарим тебя, Господи, за чудные твои обетования. Слава тебе, Иисус Христос. Хвала тебя за великую твою милость, что продлил нашу жизнь до сего часа. Мы молим тебя о стране российской. Как далеко люди отступили от тебя. Пошли к неблаговестников и миссионеров. Дабы православная церковь воссияла всеми огнями на высокой горе. Дабы всюду была видна ее милость, милосердие, доброта, целомудрие, слава. Хвала тебе, наш Спаситель. Господи, пошли добрых миссионеров. Христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Ты предупреждаешь, что тело человеческое – это храм. Храм, в котором живет Господь. И горе тому человеку, который отрабляет его курем, водкой, безразличником, всему наркотиками. Не дай ему, Господи, погибнуть. Поставь этих людей на истину Твою, Иисусе Слочайший. Слава тебе. Благодарим Тебя за неизреченную милость и долготерпение. Господь и Бог наш. Аллилуйя. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод, чрево Твоего. Яко родилась и Христа Спаса, избавителя душам нашим. Аллилуйя. Хвала Тебя, наш Спаситель. Мы дети Твои, благослови нас. Мы благодарим Тебя за этот воскресный день. Как многое Ты монооткрыл, занимающимся по Святой Библии. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение. В веки веков. Аминь. Псалом 38. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешить мне языком моим. Буду обозвать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был немый, безгласен и молчал даже о добром. И скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне. В мыслях моих воздарелся огонь. Я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою. И число дней моих, какое оно? Дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди. И век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно человек ходит, подобно призраку. Напрасно усуетится, собирает. И не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня. Не придавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открывай ус моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои. Я исчезаю от поражающей руки Твоей, Господи. Если Ты обречением будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою. И внемли воплю моему. Господи, не будь безмолвен к слезам моим. Ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, Господи, чтобы я мог подкрепиться. Прежде нежели отойду, и не будет меня. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Боже, милостью будь мне грешным, создав имя Господи и помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего. Як родилась и Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвалателю, милосердный Создатель. Ты есть свет этому миру. Просвети людей, не знающих Тебя. Коснись их сердец. Ты показываешь нам, какой страх на них нападает при виде крестного знамения. Я бы не рассыпался в прах. Будь милостив к нам, Господи. Слава Тебе. Нет иного Бога, кроме Тебя. Хвала Тебе. Сохрани нас в святой православной вере. Не дай уклониться ни налево, ни направо от пути, указанного Тобою. Благодарим Тебя за милость Твои, Христе Боже наш. Псалом 39. Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Излег меня из страшного рва, из тинистого болота и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои. И вложил в уста мои новые песни, хвалу Богу нашему. Увидят многие, убоятся и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал, вот и думал. Наш, слава Тебе. Хвала Тебе, счастье и поклонение. Слава и благодарение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи благослови. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Воздаю милости Твоей, Господи. Достойную хвалу. Ты благо милосерд. И хранишь доверившееся Тебе. Боже наш, слава Тебе. Прости и помилуй. Сохрани и защити наследие Твое. Хвала Тебе, счастье и поклонение. Слава и благодарение. Аллилуйя. Аминь. Боже, милостью будь ко мне грешному. Создав и меня, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Псалом сороковой. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложи его в болезни его. Я сказал, Господи, помилуй меня. Исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит, то видит меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду. И он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня. Замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него. Он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мной, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня питун. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. И с того узнаю, что ты благоволишь ко мне, Господи, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь и аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, милосердный Создатель. Господи, поши добрых благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем воздействи дивную милость твою, что ты умер за грехи всех. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Аллилуйя! Ибо всякий, делающий добро, идет к свету, а делающий зло и не идет к свету, дабы не обнаружились дела Его. Прости нас, Господи, и помилуй. Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение. Господи, пошли добрых правителей в стране, дабы мудро управляли народом и дали им достойную жизнь, дабы было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего Создания Своего. Благодарим Тебя, Христе Боже наш! Аллилуйя! Будь милостив к нам, Господи, и благослови детей Твоих по всему лицу земли. Даруй единство народу Твоему, всем верующим Тебя, ибо это одно стадо Твое, и Ты пастырь. Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе! Ты продли еще мирное время, Господи, дабы многие нашли Тебя. Хвала Тебе! И даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, Ты предупреждаешь о грозных испытаниях, грядущих на всю Вселенную, когда третий час человечества погибнет. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Прости нас, Господи, и помилуй, и благослови. Ты послал нас в это темное место, место мрака и пучины, где люди утопают в разврате, табакокурения, наркотиках, чтобы мы рассказали им о любви Твоей, чтобы они покаялись в грехах своих, ибо учат грешника, убийцы, пьяницы, блудодея в огне с дьяволом и с ангелами его. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Хвала Тебе! Честь и поклонение! Слава и благодарение! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Велик Господь Тебе снахвален! Аллилуйя! Слава и благодарение! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и пресно, и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господи, за милости Твоей, за любовь Твою. Ты возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Ибо едва ли кто пожертвует жизнь, разве только за благодетеля. Великие дела Твои, Господи! Слава Тебе, милосердный, создать! Умудри нас во спасение! Что? Зачем вы этим занимаетесь? Ну, верующая, как по-нарожим. Во славу Божию! Вы что-то хотели спросить? Ну, я считаю, что на вере далеко не уедешь, и ради чего вы занимаетесь здесь этим. Он говорит, что на вере далеко не уедешь. На вере только уедешь. Без веры угодить Богу невозможно, ибо бесы веруют и трепещут. Вот наши большие ресурсы, посмотрите. Это Ютуб первый. А дальше... Вы себя, что ли, пиарите здесь? Что? Он говорит, что себя пиарите здесь. Ну, что значит пиарите? Нам сказано по всему миру, идите и проповедуйте. У нас великое сокровище. А кто он сказал? У нас великое сокровище. У нас только на Ютубе 14 тысяч роликов. А если вы зайдете на сайт, там фильмы, которые сняты, показывают, как жить. Мы с нуля строим деревню православную. Я 45 лет начальник детского лагеря. Без помощи государства тысячи детей подняли. Это что, пиар? Это жизнь? Это работа день и ночь? Государство ни рубля не дало, кроме гоняний. Ваши усилия правильные, божественные. Вы попробуйте, наберите детей своих, хотя бы 100, и поживите с ними неделю. В государстве сколько их гибнуть-то? Сотни лежат под капельницами. У нас ни один не заболел за 45 лет. Та система, которая есть, она есть. Потому что мы с Богом, с молитвы начинаем. Рано встаем. Ну вот, заставьте меня поверить. Я считаю, что когда я умру, я просто умру и исчезду. Это сатана обольщает так. Если человек делает добро, ему сгинуть куда нет. Александр Сергеев Пушкин говорил, я согласен в сплошной тьме быть, на выступе, над пропастью, одной ногой стоять, но чтобы осознавать, что после смерти я не уничтожился. А я умру, ничего нигде не будет. Это дверь любому беззаконию. Какая разница, убил, изнасиловал, что это сатана научил так. Мне кажется, Библия говорит, что бесы веруют и трепещут. А неверующий Богу представляет его лживым. Вы посмотрите на весь мир, кто сотворил его. Что, развитие такое? Беллюз. Ну да. Да? Слон и какая-то медуза. Это одно и то же? Нет, это две разные. А как разные? Откуда они разные? Сегодня от медузы медуза рожается. Во всем мире нету перехода из одного. Сначала было в бактериях, потом происходило какое-то развитие. Не было. Есть еще ремах, она никогда малиной не станет. Никогда, нигде. Это обман. Сатана просто в мозги вляпал грех. Бога нет. Как так? Исаак Ньютон шляпу снимал, когда говорили Бог, слово произносили. Возьмите, как Павлов, лауреат Нобелевской премии. Сегодня из лауреатов Нобелевской премии 98% верят в Бога. И что, дураки? Американцы, когда первый Джеймс Иернг вокруг Луны облетал, молитву считал. А Нейл Армстронг, когда опустился на Луну, Библию в Тартановом переплете оставил. Не Карла Маркса. Если Бога нет, как у Достоевского, братья Кармаза, все позволено. Тут и Гитлер, тут и Сталин, тут все родятся. А если Бог... Есть проблемы людей, им тяжело без веры. Не нужно что-то верить, что они нашли себе какое-то оправдание. Понимаете, оправдание какое. Вот Бойко выступает, он попал в плен. 4,5 миллиона пошло в первые месяцы войны. А он комсомолец. И там дошел, и он был, допустим, 80 килограмм, осталось 30. И в лесу был, и бумажку нашел смятую, и там написано «Отче наш, сущий на небесах». И он стал искать Бога. Это мы широкие здесь, потому что сытая, тепло у нас все есть. Но сегодня, когда вам вот сюда нож подставят, в плен попадете где-то к кому-то, вы по-другому будете говорить. Вы скажете «Господи помилуй», и только Бог поможет избежать. Вот мне сколько лет, вы думаете? 70-80. Так я какой путь-то прошел верой во Христа? Нас советская власть убивала буквально, я пять тюрем прошел. 26 лет меня кололи, давили. Я живой остался, еще ни одной таблетки не съел. А это человеку невозможно выдержать. Меня в морозилке, кажется, в холодильнике держали. И Бог позволил выйти живым. И преступники каялись. Следователь обратился, стал верующим. Вы задумайтесь, мы зашли сегодня в эту рулетку, это бездна, ад. Тут больше половины раздетые, показывают органы свои. Богохульники, прицентов 80 мусульмане, потому что у них разрешается хоть тысячу иметь. Пришли для разврата это место. И мы пошли сюда, чтобы людям рассказать о Христе, который умер. Умер на Голгофском кресте за нас всех. И верующие во имя его имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни. Вот смотрите, в России президент, я не знаю где вы, вот Путин и говорит, когда там на Дубровке-то Норд-Ос захватили, я, говорит, впервые не знал, что делать, показывает иконы. Я встал на колени и сказал, Господи, что делать? Там столько людей, надо освободить. Как? Когда женщины только замкнут, поезд и все взорвется. Он правильно сказал. И Господь показал, да, погибли люди, да, но больше сейчас спасенные. А то мы широкие, пока мы на мягкой постели. Надо думать об этом, я умру, а что дальше будет? Выходит, я ничего не будет. Бей, ешь, упивай и после пищи варить и надо. Нет, я вам не о том говорю. Я не иду же кого-то бить, убивать. Если Бога нет, все позволено. Бога-то нет, перед кем не отвечать. Нет, почему? Это не позволено закону. Меня посадят, и я проведу оставшую часть своей жизни. Да нет, плевали на закон. Так, мы отойдем сейчас. Простите, пожалуйста. Так, быстренько, отглеивай. Продолжение следует...